Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Делаем запись рассмотрения житий святых во свете Библии, чтобы люди смотрели на все открытым оком. Вопрос 1995. Не могу понять, как могли узнать, что обрели истинные, а не поддельные мощи Серафима Саровского? Вы верите, что здесь не было подмены? Ответ. Мой ответ. Не верил. И не сожалею, что нет у меня веры в это. Мощи должны быть все захоронены с подобающими почестями и молитвенными песнопениями. Все до единой малейшей частицы. Поклонение мощам есть ошибка, которая выправляется страхом Божиим перед Словом Иеговы. Бытие 3.19. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Ну не написано, что на компьютерных играх будете зарабатывать. Разную интервенцию делать. Хлебную. Доколе не возвратишься в землю. То есть даже пенсионер, ты должен работать. Доколе не возвратишься в землю. Из которой ты взят. Не оспаривай это. Ты из земли любой. И дальше. Ибо ты прах. Прах. Пыль. И в прах возвратишься. Никаких мощевиков. Никаких мавзолеев. И во всех житиях, когда воскрешался человек, то после вопросов к нему чудотворец всегда говорил, чтобы он уснул до страшного суда. Никто не говорил, чтобы он уснул, а мы его потом будем расчленять. И при том все до единого святые под страшными угрозами запрещали трогать свои тела, чтобы хотя бы лосинку взяли от них. Но есть еще противник Богу, и он спорит с прямым указанием Саваофа. Иуда 1.9. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. Это сегодня везде, где возятся с мощами, нужно сказать, да запретить вам это делать Господь. Блаженный Фефилах толкует это место так, что дьявол препятствовал погребению тела Моисея. Кто препятствует сейчас этому? Не тот же ли дух противления Богу? Возможные подделки, и при том самые ужасные. Вот подтверждение этому жития святых. 20 октября. Житие Артемия. Страница 450. Чтобы унизить христианство, нечестивый Иоанн взял из раки кости святого пророка Елисея и мощи святого Иоанна Крестителя, кроме счастной его главы и правой руки, которые лежали в Севасте, и смешал их с костями животных и нечестивых людей, и сжег их, а пепел развеял по воздуху. Нигде нету мощей-то этих. 11 июля. Чудо от мощей Ефимии Всехвальной. Страница 287. Патриарх Александрийский Диаскор и Евтихий Архимандрит Стареградский воздвигли богохульную ересь на Господа нашего Иисуса Христа. Они пресели многих духовных эмирян своим зловерием, монофизистством. Собрался поместный собор в Ефесе в 449 году. Разбойническое сборище, на котором святейший флавиан, патриарх Стареградский исповедник благочестия, был убит. Тогда еще более укрепилась ересь и стала приниматься за правоверие. Истинная же вера православная стала отвергаться, как какое-нибудь зловерие. В 716-741 год воцарился лев и саврянин и выдумал, в странице 292, такую коварную вещь. Он пошел ночью со своими единомышленниками и попустил Христос к большому их осуждению. Злощестивый царь открыл гроб, вынул оттуда мощи святой Ефимии, а вместо них положил какие-то гнилые, вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого и опять накрыл доской и ушел, унесший с собой воровским образом те честные мощи. Ночью бросил мощи в море. На утро царь стал смеяться, глумясь, и открыли, и увидели все гнилые, вонючие кости, а в алтаре устроили отхожее место, там слышали сквернословие, и долго терпел Бог такие дела людей. А это все в руках коммунистов было. 21 июля, Семен Еродивый, где его мощи? Его спрятали. 21 октября, Иларион, тело украли. 4 царств, 23-18. И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогай костей его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Ну не трожьте его. Вот сейчас Матрона, Игнатия Брянщанинова, только канонизировали там лет 20, уже кови возят, везде режут. Бедная страдала, Елисавета, Иннокиня, Варвара, теперь провозят, и все везде пластают, отрезают. В иных домах больше ста разных мощей. Кусочки мощей. Ну отрезал кусочек, дальше что? Да это же изыщество, шаманство, самое настоящее. В православной церкви при богослужении употребляется антиминс. Шелковый или льняной пласт с зашитыми частицами мощей, на котором изображено положение в огроб Иисуса Христа. Освященный антиминс кладется на престол. Антиминцы суть престола и есть. Без антиминцев не совершается литургия и причащение. Вот придумали же это. Хорошо известно, что в свое время Хрущев Никита, придя к власти, пообещал окончательно расправиться с православной церковью, а в 1920-м году показать по телевизору последнего попа. Но, видать, Господь не позволил этого. Хотя кое-что все же генсеку удалось, генеральному секретарю. При нем было закрыто около 10 тысяч храмов, половина действующих тогда. Где же оказались все сосуды, антиминсы из всех 50 тысяч закрытых при советской власти храмах? Есть мнение, что именно Хрущев провел кампанию по изъятию старых антиминцев для замены их на новые, изготовленные на секретных фабриках КГБ, заложив в них мощи Ленина. Если это так и было, то любому здравомыслящему человеку понятно, что в таких антиминцах, побывавших в руках безбожников-сатанистов, никаких мощей святых быть не могло. Тогда что же? Ну, в лучшем случае, там просто ничего и не было. В церкви достались обыкновенные тряпки. Это если предположить, что заменой антиминцев занимались бы обыкновенные атеисты, люди, ни во что не верующие. Но документально установлено, что Октябрьский переворот 1917 года в России – это акция масонов, розенкрейсеров, ставящая цель не просто убить веру во Христа, но чтобы в храмах шла служба сатане, посвятить всю страну дьяволу. Коммунисты и орудия масонов почитали одну святыню – мощи вождя революции Ленина. Из жития святого Лариона Великого, 21 октября, страница 477. Видим, что дьявол действует через вещи, медные дощечки, через особо грешных людей, их тела при жизни, служившие преисподней. Вопрос 1996. Мощи святых терпели поругание отечественных, и вы тоже говорите против мощей? Это мне в университетах задавали вопросы. Ответ. Я не против мощей, а против нарушения Слова Божия. Мощи нужно почитать, а значит погрести их со всеми почестями, и никогда к ним больше не прикасаться. Бытие 3.19. И сказал Господь Бог, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Деяние 8.2. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плащ по нему. Иов 14.12. Так человек ляжет и не станет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Если бы монахи не придумали искать святости в кусочках от расчлененного тела, трупа, умершей, то и несчастивым не нужно было проводить акцию по вскрытию мощей. Повод и соблазн подали именно монахи. Число 19.11. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Не освящается, а скверняется. Число 19.13. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего, и не очистивший себя, сквернит жилище Господа. Истребится человек от этой среды к Израиле, ибо он не откраплен очистительной водой, и он нечист. Еще нечистота его на нем. Вот закон. Если человек умрет, стих 14, в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. 16 стих. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечу, или к умершему, или к кости человеческой, или к огробу, нечист будет 7 дней. Ефимия, 11 июля. Прошло много лет. Много царей переменилось. Миновали вселенские соборы святых отцов. Пятый и шестой. Спустя еще после них долгое время воцарился именем и нравом зверь. Царь, левый саврянин. Он первый начал смущать церковь Божию иконоборческую ересью, называя святые иконы идолами и рассуждая со своими единомышленниками так. Вот те, о ком говорит пророк. Если у них устан, они говорят. Если у них глаза, они не видят. Если у них уши, они не слышат. Псалом 113, 13, 14. Ему противодействовал святейший патриарх Герман. Царь с бесчестием сверкивал с престола. А на его место возвел еретика, своего единомышленника. Таким же образом и других правоверных архиереев, противящихся его ереси, он с бесчестием отправлял в изгнание. Не только святые иконы, но и мощи святых хулил он, как пес, необузданным языком, и уничижал их всячески. Видя, слыша о чудесах от честных мощей святой великомученицы Ефимии, он терзался в душе от зависти, но не осмелился ничего дурного с ними сделать, боясь народного восстания и мятежа. Он выдумал такую коварную вещь. Он пошел ночью со своими единомышленниками тайно в церковь святой Ефимии и открыл гроб ее, которого не могли открыть персы. Попустил Христос Бог руками зловерных христиан, коснусь с честных мощей невесты своей, которая сохранил неприкосновенными от неверных язычников. Персы грешили в неведении, а христиане отважились на злодеяния, зная, что делали. Попустил им Бог больше моих осуждений совершить бесчестие святой. Злочесивый царь, открыв гроб, вынул оттуда с деревянным кольчегом чудотворные нетленные мощи святой Ефимии, а вместо них положил какие-то гнилые и вонючие кости, которые нарочно приготовил для этого, и опять накрыл доской и ушел, унеся с собой воровским образом те честные мощи и положил их в одну из комнат царского дворца. Это дважды повторяется, и я беру их. Сестры же его и дочери тайно приходили к святым мощам, ходили благовониями, освещались свечами, почитая их с любовью, поклонялись им. Но вскоре узнал про тот злочесивый царь и тотчас взял кольчег с мощами и ночью бросил его в море. На утро, собрав толпу зловерных, он стал смеяться в лицо над правоверным народом, углумясь и укоряя мощи святой великомученицы. «Ступайте, глупые, посмотрите на обман, который вам спрещает, называя нетленными и чудотворными мощи славной Ефимии. Откройте гроб и посмотрите, правда ли это». И тотчас послал своих приближенных с народом открыть гроб. Пошли, открыли, увидели все гнилые и вонючие кости. И ретики тогда начали смеяться и глумиться над правоверными, называя их поклонниками гнилых костей. Правоверные же удивлялись такой неожиданности, недоумяли, недоумевали, стыдились и жалели. Тогда многие подумали о всех чудесах святой, что это был обман. Плевали на те гнилые кости, выбросили их вон, а также и тот мраморный гроб вытащили из церкви, а и храм Божий обратили в мерзость запустения. Его подвергли большому поруганию, и церковь-то стала, как какой-нибудь пустой вертеп, или скотское стоило, или даже хуже, потому что там было место для всякой скверности и чистот. Потом внутри церкви кузнецы устроили кузнечные печи и стали заниматься там своим ремеслом. И где прежде слышалось пение божественных словословий, оттуда стали раздаваться звуки молотов, ударяющих по железу на наковальне. Послышались нелепые голоса, сквернословие, бесчинный говор людей. Эти ремесленники жили в пустой церкви с женами и детьми, а в святом алтаре, как в закрытом месте, устроили себе отхожее место. И долго терпел Бог такие дела людей, такое осквернение его святыми, пока не погубил злых злом. Возник опять православие, очистил, осветил свое место, сделав его опять селением славы своей. Вопрос. 1997. Столько лет проходит после смерти, когда обретает мощи. Так не может ли тут произойти ошибка? Не из-за того святого мощи пойдут. Ответ. Почитание мощей, то есть, когда их вытаскивать из могилы, расчленение, зашивание в материю, в кресты, закладывание, мощевики и прочее. Это абсолютно не евангельское дело. И гарантии того, что эти мощи принадлежат именно этому святому, когда они пролежали в земле иногда и сотни лет, никаких гарантий. Матфея 8, 22. Но Иисус сказал ему, «Еди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Яков Боровицкий. 23 октября. Тогда сам блаженный чудотворец явился возле счастным и благоговейным мужам. И вот все жители того селения поспешно отправились на то место, откуда они дерзновенно оттолкнули святые мощи праведного Якова. И старались увидеть их. Найдя их, они возвеселились, благоговейно вынесли их из воды, с честью положили на берегу в той же самой раке, а кругом обнесли деревянным срубом. Феодосий, в послании к первопрестольному архиерею всей России митрополиту Макарию, описал все чудеса, которых он слышал. Получив от него в скором времени доброе наставление, Феодосий с отчанием стал расспрашивать о чудесах святого у лиц, которые получили исцеление от своих недугов. Убедившись, что все сообщенное ему было действительно истинно и не ложно, архиепископ Феодосий послал Константина Игумена в монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы вместе со священниками-диаконами в Боровицкое селение. Отсюда счастные и чудотворные мощи святого праведного Якова были с честью перенесены в новую церковь. Только и остается молиться, чтобы Бог не покарал нас еще за то, что тревожим умерших, расчленяя их тела. Варух 3.2.3 Услышь, Господи, и помилуй, ибо Ты, Бог, милосердный, помилуй, ибо мы согрешили перед Тобою. Ты вечно пребывающий, а мы вечно погибающие. Вопрос 1998. Бог дал врачебное искусство. Но я слышал, что святые якобы обходились без этого, но у них были свои, подчас весьма экзотические, экстравагантные, по нашим меркам, средства для исцеления. Что это за средства для излечения, ибо больной на многое может пойти, чтобы только не болеть? Ответ. Бог не запрещает лечить своего врачей, что подтверждается и Писанием, Серахам 10.11 Продолжительную болезнь у врач пренебрегает. 38.4.9.15 Господь создал из земли врачебства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь, и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце, и дай место врачу, ибо Его создал Господь, и на Нем удаляется Он от тебя, ибо Он нужен. В иное время в их руках бывает успех, ибо они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Но кто согрешает перед сотворившим Его, да впадет в руки врача. Варвара. 4 декабря. Одержимый тяжкую болезнью, я не обращался ни к какому другому врачу, но прибег с мольбою к мощам святой великомученицы Варвары. С верой пил воду, в которой была омочена рука великомученицы, и чаша этой воды была мне во спасение. Представьте, мертвого человека раскапывают, руку его полощут в воде, а потом пьют. Посвящается кому это все? Вопрос. 1999. Я как-то раньше не думал, почему так много на кладбище людей. Они как бы что-то ищут. А оказывается, что это не просто прохожие, а православные. И при том, кто зачем приходит? Кто поминать родных? Кто пищу на могилку поставить? Кто землю чудотворную взять? Давно ли это увлечение могилами пришло к нам? Ответ. А оно никуда и не уходило. Как справляли тризды скифы, так и осталось до сегодня. Только внешнюю форму изменили немного, а так все и остается. Учат, что соприкосновение с посторонним миром опасное и притягательное, может быть не опасным, когда оно сдоблено проповедью в храме, что участь родных и близких может быть изменена кардинальным образом. Лишь бы деньги жертвовали и выполнили все предписания о мертвых. Писание же учит нас иному. Христос показывает только два варианта. Один путь в православное кладбище, другой в благовестие. Они не пересекаются. Лука 9,60. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, «А ты иди, благовестуй, царствие Божие!» Серафим Саровский, 2 января. Здесь он накрыл ее и Петрахирю и тихо произвел молитвы ко Господу и Пресвятой Богородице. Потом напоил больную и Богоявленской водою, дал ей частицу антидора и три сухарика и сказал, «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водою, да сходи в Дивеево на могилу рабы Божией Агафьи, возьми себе земли и сотвори сколько можешь поклонов. А она, Агафья, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». А то Серафим посылал-то к мертвецам на кладбище-то. Откуда оно все идет-то? Его никто не хотел экономизировать. А то так приказал и все. Ни один архиерей его не признавал за святого. Вопрос в 2000. Разве нельзя сегодня снова вернуться к тому служению, какое заповедовал Иисус Христос, чтобы обращать людей к Богу через проповедь и таких же после себя последователей-искупителей оставлять? Ответ. К вопросу добавить совсем малость нужно. Начинай сегодня же и воспитай себе достойного. 1 Коринфянам 4,16. «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я, Христу». Жития святых нужно урезать до первого века, а остальные чудовищно искажены против евангельского духа. Филипписам 3,17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. К тому же есть и такие жития. И вот против таких свидетелей и уговы будут воевать в первую очередь монашествующие. Это главные враги проповеди распространения Евангелия. Им бы только стену мандру выстроить, отгородиться от мира, заживо закопав себя в могилу вечности. И над ними будет хранитель этой мандры, архи-мандрит. Назарий, 14 октября. В следующую же ночь явилось ему видение блаженной матери его, повелевая ему идти в Галлию и там трудиться в благовествовании Христовом. Встав он, пошел по указанию своей матери в ту страну и, проповедуя Христа, просвещал там светом веры людей, сидящих во тьме и сене смертной. Когда святой Назарий был в городе, называемом Мелия, он взял здесь от некоторой благодородной и верующей женщины трехлетнего отрока по имени Кельсий, крестил его и воспитал в благочестии. Отрок возрастал летами разумом, исполняясь Божьей благодати. Когда же он пришел в возраст, то последовал за своим учителем, святым Назарием, учась от него высшей премудрости и слагая в своем сердце его боговдопновенные слова и отеческое поучение. Отрок был настолько мудрым о Христе, что сравнялся со своим учителем и равно с ним служил спасение людей. Проповедуя Христа, он вместе с Назарием терпел гонения и мучения, впоследствии же сподобился одинаково с ним мученическому венца. Диновий, правитель той страны, узнав, что Назари распространяет христианство по многим городам, точно же взял его вместе с Кельсием обоих заключил после побоев в темницу, намереваясь предать их поутру всевозможным мучениям. Любители мощей и трупов постоянно ссылаются на чудо с костями пророка Елисея. 4 царств 13.21 И было, что когда погребали одного человека, то увидев это полщище, погребавшее, бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги своих. И ни слова более нет во всей Святой Библии, что с тем человеком было. Что? И было ли еще когда такое с иным мертвецом? И за 2650 лет более нигде такого не было. Ни с одними мощами, умершими телами, костями, частицами тел, трупами. А что мертвые тела есть трупы, и это название чисто библейское, на это есть свидетельство Духа Святого. Мне говорят, ну как так? Святых, и вы трупами называете. Ну и что? Вот убиты святые пророки Иноха и Илья. Откровение 11.8. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где Господь наш распят. Пожалуйста. Два тела, брошенные пророков, и они называются трупами. Все умираете-то. И Господь говорит, где труп соберутся орлы, себя самого трупом называет. И не надо тут умирать от страха. Седьмой том мы закончили, теперь пошел восьмой том. И называется монашествие. Восьмой том открытым оком. Кто или что гнало людей, далеко не глупых, верующих в Бога, в леса, в горы, в топ, в ущелья? Чего они хотели этим добиться? Ответ. Они жаждали спасения и думали добиться этого не путем, указанным Христом, а через самоизмышленным, через свои страдания, через аскетизм. А вера открывает небо без всего того, что люди делали во вред себе. Нужно было следовать за Христом тем путем, каким шли апостолы Его. Иоанн 14,6. Иисус сказал ему, «Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». 1 Коринфянам 1,30. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Галатам 3,6. «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Филипписам 3,9. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит. Даром Бог дает. Я поверил, Господи, принимаю Тебя как своего спасителя. Все! Никакой пустыни не надо. Я уже прощен. Иди на исповедь». Сильвестр Обнорский, 25 апреля. С благословения знаменитого радонежского подвижника Сильвестр, жаждавшего уединения, отправился на дальний северо-восток и остановился на берегах реки Обноры. Тогда здесь были дремущие леса, и поблизости никакого жилья не было. Устроивший себе убогую тесную келью, преподобный Сильвестр стал подвязаться в полнейшем уединении, перенося всякие нужды, но предавшись неустанной молитве и бдению. Долго никто не знал, что в глухом лесу подвязается отшельник. Но раз один из жителей того края сбился с дороги в глухом лесу, неожиданно наткнулся на келью пустынника. К изумлению путнику, изумленному, вышел отшельник, одетый в рубище, смущенный появлением человека в таком пустынном месте, где никого до того времени он не видал, да и не хотел видеть. Путник сказал преподобному о себе, кто он и как сюда попал. При этом он сообщил, что над местом, где живет отшельник, он издали нередко видал то светлые лучи, то облачный столб. Преподобный прослезился от скорби, что место его уединения стало известным. Путник упросил отшельника сказать, как его зовут и как он тут живет. Сильвестр рассказал, что он живет тут уже немалое время, питается древесной корой и коренями. Сначала без хлеба он обессиливал от голода и от изнеможения. Падал на землю, но потом разъявился ему некий чудный муж, прикоснулся к нему своей рукой. И с тех пор он уже не испытывает бедственного состояния. Не испытывает. Случайно открывший пустынь и капутник вскоре вернулся к нему нарочно, дал хлеба и муки на запас. Так в лесной трущобе возникла деятельная жизнь, представлявшая собой соединение труда и бдения, поста и молитвы, телесных скорбей и духовных радостей. Основанный преподобный Сильвестр монастырь не прекратил своего существования со смертью создателя. Более 400 лет текла здесь монастырская жизнь. Одни иноки сменяли других, служа просвещению сего глухого края. Дианисий Глушицкий, 1 июня. Впоследствии он оставил это место. И с сопровождением инока по имени Пахомия стал обходить многие места, расположенные в окрестностях названного озера, ища такого, где бы в уединении он мог бы отдать сослужению Бога. После сего преподобный Дианисий тайно от братья ушел из монастыря и пришел в пустынное место, находившееся в четырех поприщах к югу от Большой Лавры на берегу той же реки Глушицы и называвшейся Сосновцем. Серафим Саровский, 2 января. Если же вне своей пустынной кель старец неожиданно встречал кого-либо в лесу, то обыкновенно не вступал в беседу, со смирением вкланялся ему и уходил прочь. Ибо отмолчали, как говорил он, впоследствии в своих наставлениях никто никогда не раскаивался. Ну, вообще, Серафим тяготился посетителями, нарушавшими его безмолвие. Особенно было для него тяжело, когда приходили к нему женщины. Но уклоняясь от наставления им, он не мог, считая это делом неугодным Богу. Тогда старец святой, на том случайном основании, что женскому полу возбранен вход на святую гору Афонскую, решился распространить это запрещение и на свой холм, названный им тем же именем. Придя однажды в монастырь, во время совершения божественной литургии, Серафим просил на то благословение у строителя Саровского, старца Исаии, который после некоторого недоумения благословил его на то, иконой Богоматери, именуемой Блаженная Чрева. Вместе с тем, старец Серафим обратился с горячей мольбою к Богу и Пресвятой Богородице, чтобы желание его исполнилось, и женщинам был бы возбранен вход на его пустынный холм, так, чтобы это не было камнем притыкания и соблазна, как некоторым из братьев, так еще более и мирянам. В удостоверение и зваление Божие на сие прошения он просил знамения в виде преклонения ветвей дерева, мимо которого он проходил, возвращаясь с праздника Рождества Христова, из Сарова в свою пустынную келью. И вот, когда он на 26 декабря ночью пошел в Саров, в божественную литургию, то, дошедший до места, где грунт земли круто спускается вниз, увидел, что с обеих сторон тропинки, а огромное существо, с вековых сосновых деревьев, завалили дорожку и преградили проход к его келье. Тогда, как с вечера, ничего подобного не было. Тогда святой старец в чувстве живейшей благодарности Богу пал на колени уразумел из происшествия, что желание его угодно Господу. И сам он поспешил завалить колодами тропинку к себе и не только женщин, но и вообще посторонним лицам с этих пор вход к нему был совершенно закрыт. Зенон, 30 января. Святой Зенон отверг богатство и почетное звание и поселился в одну гробницу, находившуюся в горе близ Антиохии. И здесь он жил в уединении, очищая душу. У святого отшельника не было никакого имущества, кроме ветхого рубища, в которое он одевался. Пищу получал святой Зенон от одного из знакомых, который доставлял от него один небольшой хлебец на два дня. А воду он носил в себе сам издалека. Являясь примером глубочайшего смирения, преподобный Зенон в исполнении иноческих подвигов достиг высокого совершенства. 40 лет провел он в постничестве, приходя каждый воскресный день в святой храм, где слушал божественное слово, преклонял слух свой по учениям проповедников и приобщался к святых христовых тайн. А после того преподобный возвращался в свое убежище, не имевшее ни замка, ни сторожа, потому что оно недоступно было для злодеев и совершенно безопасно. Вот сколько еще мест, которые указывают, как поступали монахи, когда были одни. Аминь.